В Подмосковье завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Готовность паспортов, потребителей тепла и объектов теплоснабжения вышла на финальную стадию. На совещании, посвященном предстоящему отопительному сезону, побывала наша съемочная группа. Я попрошу, когда будете выступать, наши уважаемые муниципальные образования, чтобы они в любом случае затронули эту тему, на каком уровне у нас сегодня выдача этих паспортов, готовности и, соответственно, в какие сроки вы планируете всю эту работу завершить. Важный этап для своевременной подачи тепла в жилые дома, социальные, медицинские и культурные учреждения – получение паспортов готовности объектов. О проделанной работе в Люберецкой администрации отчитались представители шести округов. Здесь работы идут планомерно, вопросов никаких нет. Совместно с территориальным управлением государственной жилищной инспекцией мы выходим комиссионно, проверяем жилфонд подготовки КОСЗП. К 15 числу 100% паспорта готовности по жилфонду будут готовы. Не все муниципалитеты отличаются качественной и своевременной работой. В отстающих Дзержинский округ. Паспорта в нем готовы всего на 69%. Люберецкий, напротив, показывает лучший результат – 99% готовности. Помимо подготовки к подаче тепла, ресурсов хватает и для решения других задач. Также у нас непосредственно по согласованию с ГЖИ утвержден план частичного ремонта подъезда. У нас там 69 домов, 141 подъезд. Срок окончания 30 сентября. На сегодняшний день почти 70% выполнено. К данному числу данные работы будут выполнены. Потребители тепла должны получить разрешительные документы до 15 сентября. Теплоснабжающие организации – до 20-го. Об окончании подготовки к отопительному сезону в округах муниципалитеты отчитаются Ростехнадзору до 15 ноября. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.